доброе утро доброе утро мы проснулись мы во фресно так время рассказывать про наши приключения значит мы во фресно сегодня здесь вообще на этой неделе аномальная жара тут больше 40 градусов будет но слава богу мы здесь ненадолго я надеюсь и я посмотрела погода в секвой парк мы сегодня едем туда там будет опять около 20 градусов достаточно прохладно так у нас киа ниру электричка электро электромобиль 2024 года пробег 5000 миль свеженькая exit only и вот мы вчера ну я как как я уже говорила в принципе машина дурацкая много недочетов которые я я прям начала любить тессу с новой силой честное слово я мне кажется и недооценивала не ценила насколько она была великолепно и есть но это все было как бы мелочи с которыми можно было смириться знаете как после айфона взять android руки такой ну окей ни черта не понятно куча всяких дурацких функций миллион кнопочек хрен с ним потом мы когда ее брали мы спрашивали будет про зарядки так ладно давайте сейчас на этом прервусь пойдем позавтракаем покажу что тут на завтрак раздают и так омлет картошка какой-то пестри яблоко банан какой-то бургер вот так это выглядит ну вот это мой фаворит все прощается вот эту люстру так вот приезжаем вчера отъехали мы час от сан-франциско приехали на очередную заправку заправками тут тоже беда большая с этими подзарядными станциями мы когда брали я спросила говорю у нас такой маршрут как бы сложно сочиненный у нас точно будут везде зарядки не будет проблем с этим что вы это же калифорния заверил меня мужик в сан-франциско на выдаче ренд кара у нас много зарядок вы там это вас там в южной каролине и не знаю я говорю у нас знаете какой маршрут мы прилетаем сан-франциско здесь два дня потом мы едем во фресно потом у нас секвой парк потом мы где-то ночуем под бейкерсвилл бейкерсвилл там вот черная точка на карте затем лос-анджелес и из лос-анджелеса мы едем по первой трассе через вот солонг по побережью наверх срос снова поднимаемся к сан-франциско это считается самая красивая трасса во всем америке орден нет чтобы все были в порядке я такая ну странно потому что я когда смотрела дома и думала взять теслу я смотрела какие зарядки находятся и вот этот промежуток дороги такой и скажем впритык как бы нормально но я так не люблю а вот здесь участок дороги где-то вот этот он побольше и там совсем ничего там вот прям где-то вот здесь зарядитесь потом где-то здесь но где-то вот тут вот везде нам еще нужно останавливаться и ну короче некомфортно как-то мне было я сомневалась но он не заверил я думаю возможно зарядок на я смотрела только тест может быть на простые электрички больше зарядок уже мышка ли парнии ok и так мы попали в сан-франциско и скачали специальное приложение с первой зарядкой мы поняли что нужно проверять как вы помните возле apple нужно проверять мощность потому что мощность и так то я знаю что в тесле есть три уровня зарядки дата который у меня дома есть destination charger которая наверное хороша для гостиниц когда поставил там на ночь она там за 6 часов зарядилась и из тесла супер charger когда это за 30 минут зарядилась это казалось на надолб уже последняя зарядка мы стояли ждали когда потому что а водитель сидел в машине и мы думаем о ну что зарядится и увидит потому что когда водитель ушел то неизвестно когда он вернется хотя машина уже стопроцентах charge ставили и заряжается даже супер fast просто электрическая зарядка разряжается долго внутри полтора часа полтора часа вот прям по пути через там 40 минут или какое-то время подзарядимся еще просто хотят уже выехать и проехать какой-то мы не зарядились на полную и вот через там 40 минут мы приезжаем на очередную зарядку это по пути во фресно где мы сейчас нам до фресно остается два часа за спиной час дороги от сан-франциско и у нас не заводится машина да эта машина еще нужно заводить там ведь еще это долбанная кнопка то если нет никаких кнопок то силу поехал а здесь нужно ее заводить старт есть и я не могла в это поверьте я вчера так стрессанула мне кажется прям чувство у меня волос выпадают мы стоим непонятно где вообще не я не знаю где мы я понимаю что в округе нет ни баджета нет особо близко то вы на скорее всего возможно он будет ехать и сан-франциско тоже или сан-хосе что нам на 20 минут ближе окей ну короче я начинаю первое что я нажала есть там кнопкой помощь киев там загорелся значок вот такой точнее загорелась 2 на 2 наверное просто как чековой когда заводишься загорелся судорожные попытки в интернете понять что происходит затем созвонские они предложили приехать чтобы нас со стартера с этого с крокодилов под прикурить я мы говорим у нас электромобиль женщина вы не услышали вы не услышали у нас киа неру она такая мы можем вас либо то у либо под прикурить я же спасибо почему положил трубку и стала звонить в рент компанию и они стали предлагать варианты мы можем поменять машину до проблема скорее всего кроме говорить сейчас скорее всего это села бы это рейка в пульте в пульте в ключах вот вот здесь вот тут вот мигала красная сейчас не мигает кстати не открывался багажник ничего не открывалось в общем и мы стали звонить вот по этому номеру молодой человек нам стал предлагать варианты развития событий значит вызвать тоулинг тоже на собрать отвезти нас ближайший баджет естественно это было уже темно уже поздно вечером ближайший открытый баджет находится сан-франциско то есть вернитесь на час назад а потом поменяйте машину и едьте заново три часа плюс еще подождите пока приоритованы потому что если вы оставите машину просто так и с ней что-то случится то это типа вся ответственность на вас ну там какие-то да и ночь еще что-нибудь это все ваша ответственность то есть нам нужно дождаться сначала тоннга потом час вернуться в сан-франциско поменять там машину и потом еще раз три часа ехать то есть мы вернемся не знаю сюда приехали бы часов может в четыре в пять утра короче пока мы принимали это судьбоносное решение потому что это было сложно принять в голове рома что-то там крутил вертела эти ключи еще раз попробовал и она через не знаю сколько мы провели там времени минут 40 она завелась и мы как раз были на связи и такого магазин ссори по моему она завелась и мы закончили с этим то рынком говорит вы как чувствуете себя безопасно ехать в ней ну как бы не очень не очень но мы попробуем мы не были больше останавливаться ничего заряжать и так мы вчера доехали аккуратно спокойно тихонечко до этого фресно здесь есть эти баджеты сейчас я буду звонить я хочу все-таки поменять машину и наверное я больше не хочу рисковать я возьму бензиновую потому что все таки бензиновых наверно заправок побольше чтобы проехать по той трассе по которой я хочу потому что на электричке можно но в объем как бы немножко вглубь по бьест покажу ну да вот это часто дороге как раз вот вот здесь то есть можно проехать вот здесь и тут как бы есть жизнь есть города и заправки и электро но я же хочу в смысл в том чтобы посмотреть на побережье смысл в том чтобы проехать по этой трассе поэтому я буду звонить посмотрим что мне скажут я позвонила сказали в аэропорту можно поменять здесь ближайшим нельзя можно только в аэропорту и так давайте попробуем завестись еще раз это мы работаем здесь проверочная работает до аэропорта доедем но как было так она зачем мне надо каждый раз молиться заведется она не заведется и сегодня что значок уже не горит ах ты сучья девка так я приехала менять машину по адресу который мне прислали в sms и они мне прислали неправильный адрес потому что это вообще не аэропорт он мне по телефону сказал едьте в аэропорте окей я вам сейчас пришлю карту confirmation и этот смс давай прислал так я в аэропорту сдала машину права забыла но мне дали без прав я тут подошла к одному он оказывается тренинг это не знал что он тренинг я говорю здрасте мне реплейс матери у меня два раза сказали что я не должна ничего ждать ни в какой очереди вред не у нас тут очередь посмотрите 500 человек идите в конец я говорю дни не говорю давай еще раз позвоню я говорю я не собираюсь в мне портите отпуск со вчерашнего вечера я я не буду он пошел спросил женщина и она что говорится не должны те кто это реплейс потом меня отправили к бабушке бабушки великолепная женщина прекрасный одуванчик мой сладенький она говорит дает у королу хочешь я говорю хочу подходит великолепно давай она ее попыталась убить они говорят а не получается не проходит типа машина под мои условия и у меня то это мистер и карбала и они мне дали аров 4 мне теперь дали так тоже хорошо прав 4 по 12 газ газ я говорю мне для путешествия для города для жизни великолепно у меня нет вопросов тесла прекрасно газ обожаю электрички супер но в путешествие нафиг эти эксперименты будем платить 6 долларов за галлон а это в принципе цены украинские мы конечно люди не богатые но придется платить как будто кому-то в украине дело так да я слышала что плюс-минус сейчас так стоит литр доллар 30 так смотрим в 12 весь зад с чухан или грязно что это такое нам дают грязную машину да я так понимаю окей закрыто представляете не ждет мы поехали ребятулечки все теперь я feel confident что-то фулл и все клоуски все фулл и клоуски нету кстати я шла в Бауман чё джи петербану так надавали нам подарочков потом что ресурсов значит итак мы с вами в знаменитом визитер-центре сепорского парка в туалете туалете я проснулась устала хочется спать жарко и душно такие у меня мудрства сейчас проснусь сейчас здесь верно ой сколько так в общем кусты и кусты и дубы колдуны давай на обратном пути если что остановимся так значит мы едем уже час вообще мы с Румой представляли что вся вот эта дорога она будет в сепоях мы такие секвое 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 потом раз и самое главное секвое нет видите не так это все работает ну ладно про секвое хотите расскажу то что я почитала в гугле секвое самое древнее дерево нет это неправда я такое что придумала я не знаю какая правда секвое они огнеупорные не горят не так как вот эти все вокруг они не гниют и они прекрасно втягивают в лапу в себя поэтому они великолепно растут почему они не доросли вот до этих дорог непонятно а я вспомнила потому что они знаешь где растут там где никто другой расти не может интроверты им там никто не мешает они там у них индивидуальное поселение дерево которому мы едем это самое большой живой организм на планете а еще оно существовало до нашей эры смотрите как все сгорело здесь в Калифорнии она славится своими пожарами здесь постоянные пожары лесные страшные пожары даже тут эвакуируют людей смог стоит ну я решила что нас это конечно обойдет стороной естественно снизу подгорело оно продолжает расти видите оно травмировано но оно выстояло все как я ну что она убивает я не думаю что этот пожар сделал эти деревья сильнее ром а вот и секвой вот здесь вот все сгорело а секвой апс апс когда вот слушай ну это выходит вниз далеко смотри какие опушки я не могу тут так посмотреть я далеко сижу а уже как-то прям как в карпатах я люблю я люблю оооо там телефон размера не передаст размеры потрясающие а мы поднялись еще выше и здесь получается вот это все сгорело а в ней ниже секвой то есть ниже секвой тоже сгорело все и выше сгорело а сами секвой стоят ну один там вообще подрумянились подрумянились так приехали мы на парковку вроде бы та которая надо по пути мы встретили где-то 4-5 тесел то есть есть такие люди которые рискуют и едут сюда но наверное они живут не в нашей гостинице и неизвестно откуда едут где они так заряжаются в общем людей много нам желательно найти я обещала роме найти какого-нибудь инвалида ну или каких-нибудь пухляшей куча инвалидов туалет есть потому что везде и всюду тут говорят есть медведи и хочется быть не самым медленным так прошу обратить внимание асфальт лестница приличная очень пахнет тревесины такой ели красное дерево очевидно секвой секвой использует что ты плачешь это вот что такое ром уже можно трогать это думаю что секвой я лишь бы что трогать не собираюсь только секвой и секвой делают спала как я прочитала но это не точно делают дома как огнеупорное дерево наверное как-нибудь лакшери сегмент мебель наверняка тоже делают а чё ж не делают французы французы да ой слушайте сегодня утром были французы на завтраке с нами я прям тебе тоже было стыдно я роме говорю я прям почему-то поймала ощущение стыда перед ними мне кажется вот они прям по их внешнему виду по осанке было прям все грустно знаете они такие сходили смотрели на этот завтрак американский думают окей я надеюсь они так думают еще давайте поговорим так как этот влог у нас мало зрелищные в плане событий давайте ну потому что во франции в европе в принципе в Америке нормальный завтрак это типичный котлета или сосиска омлет может быть овсянка овсянка сериал сериал с молоком тост жареный с говнячим маслом и с джемом могут еще пинат баттер дать яблоко но как бы для европейцев особенно из какой-то хорошей страны где культ еды типа франции спальни это конечно хера боли на не завтрак еще я хотела сказать что ну вот в сан-франциско ощущения во-первых ну я вот даже Аинди писала и она говорит да нет американского вайба американцев именно сначала я думала это все туристы а потом я поняла что нет это люди там живут очень много-много мексиканцев испанский язык и азиаты и этого настолько то есть нет вообще вот этих типичных каких-то американцев в бежевых шортах в футболках ну типа вот этого мужика который пришел нет ром ты не выглядишь как американец конечно у нас цвета потрясающие вау ты такой кэн ясайк хай барби гамарджоба кэн марина не отходи пожалуйста от нас далеко он белки бегают он несет тебя белка я будешь жить в белочной семье а мне с ней драться ничего не имею против азиатов мексиканцев просто не хорошо не плохо факт просто вот так есть их там очень много американцев очень мало английского языка в принципе очень мало а мне кажется я в этом говорила значит недостаточно я хочу еще раз повторить желание жить в Сан-Франциско не возникло город интересный прикольный там много чего делать вот эти вот с колоннами еще музей я бы сходила ну в общем там много чего какого-то незавершенного но если в Чикаго мы прямо искали недостатки чтобы себя успокоить то здесь даже не хочется ничего искать понятное дело что там жилье и так далее но даже если бы было жилье доступное мне кажется все равно нет желания вот шарлот прям мое вот прям я его данга путаю даже с Харьком а это оно марин вот это нет не оно это просто секвой я думал это Шерман а не не знаю нет точно а вот я его просто не оценила сразу так как Тесла я тебе сейчас с Ром не сомневайся вообще я сейчас вас всех от фотошути тут интересно почему это получилось такое папа знает куда идти Ром у тебя такие красивые цвета какой ты такой нежный такой такой знаешь как будто гендер пати запах потрясающий такой хвойная хвоя нам только спросить дочь о генерал Шерман это самое большое дерево в мире вот нет вообще живой организм в мире в том числе кстати летом среди секвой но не самая высокая у него самая высокая да это вот квадратные километры метры каково так показать чтобы было понятно а когда человек на фоне стоит то все понятно нет дочь нет это просто таблички уже 800 лет нет это таблички уже больше в обхвате 103 метра а нет 31 sorry и объем полторы тысячи кубических метров это какой большой больше моей руки ты можешь сделать это мне фото объекты я не придумала есть другое но не это конкретно у него нет имени в этой секвой да но есть деревья которые выше которые старше и шире а это самая объемная и самая тяжелая а здесь с вами большая вот это вот оно самое большое по объему орел решка на минималках если вы будете после нас мы оставляем для вас 5 долларов бутылки трейдер джо спонсор нашей поездки вот что я забыла сказать потому что это первый в моей жизни оплачиваемый отпуск окей поэтому и так если вы хотите найти эти 5 долларов направляйтесь сейчас я покажу куда насти за спиной очередь для фотографирования с генералом шерманом у меня за спиной дерево генерал шерман уходим от генерала шермана и идем а мне вот нравится дерево смотри сколько там всего перелезешь нет ром нет выключи пока подсказка номер 2 от шермана мы ушли повернули направо здесь еще два дерева которые все обнимают а там лежит в срезе а вот здесь в логине что-то задумала леопардица ушла в лес и вот здесь под корой лежит подарочек правое дерево горело а левое что не горело трогаю секвую у меня ощущение что и медведи трогали потрогай ром я трогаю а ты не сфоткаю ощущение очень интересный звук он тут поплотнее вот он пустой и 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 прям такая сердцевина там мы покончили с генеральным деревом едем теперь знаете куда туннель лог вы знаете что такое лог я вот не знала это котуны туннель за слово знаю лог не знаю интересно что это можно поехать посмотреть я совсем не подумал о том что у меня американка в машине марина говорит то что не знаю что такое лог я говорю нет варить что такое лог это дерево которое он лежит это упавшее дерево в нем сделали дырку такой большой упала как все стороны вот так и вот теперь нам два раза надо будет тут ездить я уже тапки одела поехали загадываем желание прикол на второй круг пошли дерево упало 4 декабря 37 года мы создали пробку потому что нам нужно фотосессия я снимаю видео все поехали такая забава все поехали в гостиницу хватит сегодня слово лук если бы не в школе дали то оно бы мне сейчас пригодилось там растет разобраться прикольно вот это медведи ездят открывать ну слышь собаку я сейчас может задрать а чуть-чуть вперед поедет ай-шук и такой он есть слушай ай-шук не трогается не знаю слушай прикольно да не мы видели уже марин с тобой вот прям дом как у нас к людям олени приходят а тут к людям медведи приходят класс что мы тут не живем